Друзья мои, родные сердца, всех вас приветствую. Приветствую на нашей сегодняшней встрече Всемирной Ассоциации Интеллект-тренеров Суперджамп с интеллект-тренерами, с гостями. И как он нас любит говорить во Всемирной Ассоциации, удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье, а это наша судьба, друзья мои. Так как мы интеллект-тренеры, интеллект-тренеры ментального, то есть ментального образования, поэтому ментальность, наши мысли, образы, это очень важно. И поэтому мы именно так вот относимся. Но по-лидерски мы среди интеллект-тренеров называем так. Мы с самого величайшего все времена и первое место в мире – это наша судьба. И это очень важные тоже слова. Друзья, всех вас приветствую. Меня зовут Роберт Ра, я являюсь основателем Всемирной Ассоциации Интеллект-тренеров Суперджамп, и сегодняшнее событие буду вести я. И сегодня еще будут выступать интеллект-тренеры обязательно. И сегодня, что за событие сегодня, да? Сегодня такая дружеская, теплая встреча. Договорились, давайте вот так ее проведем, да? Поэтому давайте сегодня поставим сердечки, огонечки, лайки, ребят, да? Особенно гости, ребят, кто гостей сюда пригласили. Здесь у нас сейчас тренеры находятся, интеллект-тренеры Всемирной Ассоциации. И гости, которые, ребята, проходят тренировки в Суперджамп, проходили. Кто-то вообще не проходил. Кого-то просто позвали и сказали, заходи, посмотри, что это такое. То есть, да, кто такой тренер? Что такое бутинтеллект-тренером? Что такое Суперджамп? Да, вас кто-то позвал сюда. То есть, вы просто будьте, наблюдайте, смотрите, что происходит. Хорошо? То есть, все очень просто. То есть, для кого эта встреча, друзья мои, для сегодняшней встречи? Это, друзья, для предпринимателей, для предпринимателей сетевого бизнеса, для традиционного бизнеса, для психологов, для коучей, для наставников, для любого человека, которому интересно в онлайне помогать людям, то есть, ну, как бы, вот охота служить людям, помогать, быть полезным этому обществу и на этом зарабатывать. И кто-то сейчас ищет какие-то возможности по увеличению дохода своего. То есть, да, найти какое-то дополнительное дело в онлайне, бизнес в онлайне. То есть, да, или это сделать основным, как вот деятельность, вот охота, что-то новое такое, что-то вот прям требуется в жизни, вот прям потребность есть какая-то, что-то новое, то есть, вот чего-то нового, чтобы жизнь пришла в вашу. И вот сегодня будут такие, ну, озвученные возможности. Ваша задача просто посмотреть, к гостям я обращаюсь, друзья, посмотреть все это, перед себя пропустить, понравиться, ребята, стучаться к своим друзьям, кто вас сюда позвал. То есть, да, не понравится, но ничего страшного, зато теперь вы знаете, что такое SuperJump. Хорошо? Что такое новые технологии, которые позволяют людям улучшить жизнь? Хорошо? То есть, и как на этом можно зарабатывать? Вы уже немножко знаете, да? Вы немножко прикоснулись. Вот ваша задача сегодня побыть здесь, посмотреть и сделать выводы. Договорились? Все очень просто. Итак, друзья, события будут идти буквально где-то час 10-20, постараюсь быстро завершить, то есть, ну, вот в конце будет самое интересное. Договорились? Самое интересное, то есть, где вы получите все, все, что нужно. Договорились? Такой формат. И еще у нас будут выступать два участника. Два участника. Это Лариса Гордеевская и Галина Гостева, друзья. Это интеллект-тренеры уже успешные, которые здесь двигаются, как ракета. И они расскажут немножко свою историю. Как они пришли сюда, почему стали тренерами. Ну, я тоже расскажу. Хорошо? Что такое SuperJump? И вы получите еще технологию, технологию, как сейчас лидеру, предпринимателю в онлайне зарабатывать 100, 200, 300 и миллион рублей в месяц. Таких кейсов очень много у нас. Хорошо? Все равно сердца. Полетели. Итак, немножко о себе расскажу. Немножко о себе, чтобы нам познакомиться, потому что здесь очень много ребят, которые меня не знают, допустим. И я сам с республики Торстан, сейчас в данный момент живу в Батуми, в Грузии нахожусь. И вообще у нас в ассоциациях целый мир. Это целая вселенная, друзья мои. Не только, то есть, да, то есть, это вот, друзья, давайте каждый напишет, кто с какого региона, кто с какого города. И гости тоже пишите, кто откуда. То есть, да, чтобы вы понимали, кто сейчас здесь находится у нас, ну, в комментариях напишите, кто с какого города. Будет очень здорово. Вот вижу Тюмень, Москва, Московская область, Иркутск, Люблино, то есть, да, то есть, Новосибирск, Якутск, Татарстан, Оренбург, Улан-Удэ, вижу, то есть, Тюмень. Так, что-то успею читать? Так, Германия. Замечательно, прям вот я смотрю. Алтай, друзья мои, вижу. Астрахань, Краснодар, Питер, Сочи, так, Ростов-на-Дону здесь у нас, Москва, Бердян, что ли, какой-то город, так, Махачкала здесь у нас, Оренбург. Все, друзья, вообще, Томск, замечательно. Орел, ЮАР, ЮАР здесь у нас, да, Южная Африканская Республика, то есть, да, Калуга. Друзья, на самом деле, я в конце обязательно озвучу факты о компании. Компания уже наша в 72 странах мира, и вы услышите, от каких странах мира, где появился тренер, обязательно. То есть, ну, это международная большая компания, где объединяются лидеры, предприниматели, которые освоили новую технологию и сейчас зарабатывают, помогают людям в онлайне и зарабатывают. Это онлайн-бизнес, и, то есть, это преподавание, это быть педагогом, наставником и при этом помогать людям. Быть наставником нового поколения, еще так называемый, что такое тренер, это наставник нового поколения. Сегодня я глубоко раскрою этот потенциал, хорошо? Итак, немножко о себе. Меня зовут Роберт Ра, я предприниматель с 25-летним стажем, мне 46 лет. Постоянно вспоминаю, сколько же мне лет? Нет, мне 46 лет, я предприниматель с большим стажем, служил в свое время в армии, погрешник в войсках, потом работал долго в пожарной охране, водителем на пожарной машине, то есть в МЧС. Параллельно занимался разными бизнесами, так как я не рыбак, не охотник, и поэтому, ну, то есть, ну, чем заниматься? Сутки через строй работы, думаю, буду заниматься каким-то бизнесом. У меня разные бизнесы были, вот три крайних озвучиваю, это у меня была крестьянская фермерская подворье, у меня было четыре дойные коровы, делал сыр, творог, молоко и продавал, друзья мои. Друзья, да, а потом дальше, что у меня было, то есть, да, торговля, это сеть магазинов MP3 DVD диски, то есть батарейки, наушники, видеопрокат, потом понял, что видеопрокат не прокат, интернет наступает, то есть все распродал и занялся мебельным бизнесом, то есть с нуля начали своими ручками делать мебель в гараже, и за 10 лет я вырос в крупную мебельную фабрику. У меня работало больше 35 человек, это дизайнеры, технологи, установщики, рабочие, делали кухонные гарнитуры, шкафы, купе и продавали, то есть большой коллектив, 35 человек, то есть, да, и довольно-таки мебельная фабрика, 1000 квадратов было, все было прекрасно. При этом я был представителем совета предпринимателей Львовского района, то есть занимал такую активную позицию, то есть еще в городе, но это было так недолго, буквально до 2023 году, вот такой момент, в 2013 году вот так вот было, и уже в 2014 году у меня произошло банкротство. То есть я банкротился, попал на минус 20 миллионов долгов, это депрессия, стагнация, отъем имущества, конкурсные управляющие, судебные приставы, то есть кто и предприниматель из вас, ребят, попадал в подобную ситуацию, ребят, поставьте тоже лайки, сердечки, чтобы вас видно было, чтобы понимал, что есть предприниматели здесь, которые, которые понимают, о чем я говорю, то есть, да, это бывает такое с предпринимателями, я, ну тогда мне было не до этого, то есть я думал, ну все, жизнь закончилась, то есть, да, то есть все было прекрасно, джип, машина, положение в обществе, все прекрасно, и тут все, короче, в тартары улетело. При этом у меня еще произошел развод на этой почве, то есть я в один год оказался несчастный в личной жизни и в бизнесе. Я такой сидел, как у разбитого корыта, и думал, ну что же мне делать, Роберт, если такой несчастный в личной жизни и бизнесе, то где-то есть Роберт счастливый в личной жизни и бизнесе. Я начал искать. Вообще, я сам психолог по образованию, учился в Елаборском педагогическом университете на гафедре психологии и педагогики, и этих знаний колоссально не хватало, чтобы действительно выйти из стагнации, из депрессии, которой я оказался. Я начал заниматься саморазвитием очень плотно с 2015 года, то есть я начал искать, чтобы быть счастливым в личной жизни и в бизнесе. Начал заниматься плотно самообразованием. С 2015 года я не употребляю алкоголь вообще, ни в каком виде, ну то есть перестал употреблять. «Сегреты» никогда не курил и начал заниматься саморазвитием, читать разные книги. Валерий Синеликов, Александр Севьяр, Джо Кэха, Джо Диспензо, «Подсознание может все», там, да, разные духовные практики. Там и Харри Рама, Харри Кришна, «Тибетский чаш» извиняли, «Шаманские бубны били», и «Росновки по Хеллингеру», и «Симарон», то есть и «Санитология Дионетика» Рон Хаббарда изучал. Мне было интересно все, все, что связано с счастьем, то есть разные тренинги посещал, кто не у Робинсона ездил, такие вот тренинги в стиле «Лайв спринт», «Базовая трансформация», «Лидерка», кто вот проходил, ребят, тоже ставьте лайки, сердечки, огонечки, ребят, поддерживайте, то есть, да, 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 знаем такие книги, знаем таких авторов, то есть проходили что-то подобное. Друзья, очень многие проходили вы через такие этапы, изучали тоже, да, я вот просто рассказываю, что через что я пошел, через какую призму я смотрю на Суперджан. И вот в 2018 году я уже, знаете, так вот, а, с 2015 года я еще познакомился с сетевыми компаниями, ну, по найму работать не могу, то есть, да, поэтому пошел в сетевые компании, это БАДы, баночки, там, крема какие-то там, да, начал продавать, то есть, вы знаете, дядька был такой в городе в своем, в Елабуге, в Галстуке ходил, положение в обществе такое, представитель совет предпринимателя, на джип ездил, мебельная фабрика, и вдруг начал бороду отпускать, начал, то есть, да, такой, банки продавать, какие-то крема, то есть, на меня смотрит Роберт сумасшедший, то есть, да, саморазвитие он занимался, с разными духовными практиками, ну, все понесло, короче, то есть, да, меня, то есть, вот тогда это такие годы были, и вот в 2018 году я, вот это все, ну, сетевые компании, изучение, это с 2015 под 2018 год, и вот тогда я осознал глубоко, почему у меня произошел развод, почему произошло банкротство, все это складывалось в одном предложении, я являюсь его причиной всего хорошего и всего плохого в своей жизни, я настолько глубоко осознал вот эту фразу, что мне уже, знаешь, я пришел по улице и понимал, почему у человека вот этого есть машина, у этого нет, почему у этого квартира есть, у этого нет квартиры, почему этот бомжой в прекрасном доме живет, то есть, это было понимание, то есть, такое глубокое у меня, что каждый человек является причиной всего в своей жизни, и причина это мысли, чувства, состояние внутреннего человека, то есть, ментальное состояние, и тогда я думал, ну, все, надо выучиться на каком-нибудь коуче и начать, то есть, преподавать, что-то делать, то есть, выучиться на каком-то коуче и начать делать что-то, и тут я случайно-случайно, в онлайне, ну, то есть, у меня прилетает пост Владимира Довганя, это кто знает, такой Владимир Довганя, и гости, ребят, гости, ребят, дайте огня, пожалуйста, там, кто знает, то есть, да, знакомые, и вот, знакомые с ним в онлайне, мне пост прилетает, мне призвают его помощники, естественно, мы с ним разговариваем, он два дня мне рассказывает, что они тут запускают новую индустрию в области, развитие человека, образование, счастье и так далее. Я думаю, слушай, ну интересно. Классно, классно. Говорит, тебе точно интересно? Мне говорит Алексей Квашнин, это был помощник тогда у него. Я говорю, очень интересно. Точно интересно? Точно. Хотел бы с Довгань пообщаться лично? Я говорю, конечно, как не хотел. Конечно, кто бы не хотел с Долларом миллионером пообщаться лично. А кто такой Владимир Довгань? Это человек, который воспитал больше 100 долларов миллионеров за свою жизнь. То есть это человек с 30-летним, уже более 30 лет, исследование, педагогический стаж, а предпринимательского стажа, так у него вообще с 90-х годов, он уже Долларом миллионер. Каких только бизнесов у него не было. Я понимал это, с какой личностью общаюсь. И вот тогда мне организовали такой вот скайп, я начал с ним общаться, и он мне рассказывает, Роберт, я уже давно занимаюсь бизнесом. Мне немножко про себя рассказал, я говорю, ну я знаю приблизительно. Он говорит, все, все отлично. То есть смотри, у меня, говорит, страсть. Я, говорит, давно мог бы уже стать Долларом миллиардером, если я хотел. Ну пошел бы там в политику, еще куда-то, еще куда-то. Но мне, говорит, интересно зарабатывать честным трудом. Говорит, вот так вот прям. И меня интерес такой, знаешь, вот страсть у меня построить компанию номер один в мире. Обогнать по капитализации компанию Apple, Google, Amazon вместе взятые. Но чтобы построить такую компанию, нужно делать такой бизнес, который нужен всем. То есть американцам, азиатам, европейцам и так далее. То есть он нужен всем, чтобы был этот бизнес. То есть чтобы этот продукт нужен был всем. И все его покупали. Что это был международный бизнес, что это был онлайн, естественно. То есть, ну что, просто сейчас быстро, да все. И я долго думал. Был в производстве, торговле, разные сетевые компании открывал. То есть продуктовые компании разные. То есть, ну как бы эти традиционный бизнес, производство. Я понимаю, что самый тренд это образование. А моя страсть образования. Я давно уже в этом, то есть Шалва Александровича Монашвили вообще мой близкий друг. То есть Монтессори, Макаренко, Пастелосы, то есть Януш Корчик. То есть я изучал это все. Говорит, педагогика, это моя страсть. И образование. Я решил в области образования сделать компанию. И вот уже сижу в 7 лет в конструкторском бюро и создаю новую индустрию в области развития человека. То есть, и сейчас ищу ребят, коучи, психологов, предпринимателей, лидеров. Кому интересно в онлайне помогать людям и на этом зарабатывать. Кому интересно стать долларом, миллионером, миллиардером, возглавить переменную планету в области развития счастья человека, оставить след в истории и построить компанию номер один. Интересно? Я такой слушаю, сижу, такой думаю, ну интересно. Интересно, то есть, да? Если интересно, залетает. Что-то тогда вопрос был, зайти в его окружении тысячи долларов. То есть, 65 тысяч рублей стоило. Я думаю, ну что тут? Думаю. Я только еще, когда разговор прекратился, думаю, долларом, миллионером. Предлагает мне пойти туда. Кстати, говорит Роберт, у нас есть такая идея. Денег здесь нет, мы ничего сейчас не зарабатываем, ноль, но есть такая идея. То есть, интересно, залетает. Я сижу такой, думаю, слушай, ну долларом, миллионером предлагает мне стать долларом, миллионером. То есть, да? Какое-то что-то новое делать, то, что еще никто не делал. Думаю, прям потянуло. То есть, да? Взял, зашел, рискнул, зашел в его окружение в 18-м году. В 19-м году мы запустили, ну то есть, в 18-м году появился продукт Суперджам, то есть, методика Суперджам, еще тогда не было, интеллект-тренер профессия. И мы начали ее практиковать, полировать, то есть, да, где-то вот и к 19-му году, к январю мы ее упаковали уже всю, то есть, да, как бы он ее запатентовал в январе 19-го года. 1 апреля приняли партнерскую программу, как в сети вон, то есть, да, мы сделали так вот, создали образовательный продукт, взрослую педагогику, запатентовали все, первую приняли партнерскую программу и запустили ее. И организовали всемирную ассоциацию интеллект-тренерского Суперджам для лидеров, предпринимателей, коучей и так далее, то есть, да, чтобы они в нем, в этой ассоциации развивались и помогали людям. И запустили ее. В данный момент сейчас компания уже существует, ну то есть, продукт существует 4 года, стойко мы растем, то есть, чеки растут, доходы растут у педагогов у наших, то есть, и директ-тренеров, то есть, да, вот, несмотря ни на что, на все эти кризисы там, да, партнерская программа растет, друзья мои, то есть, да. Мой доход в данный момент измеряется, ну вот, я скажу уже, за 4 года я уже перевалил миллион долларов в США. Ну, то есть, больше миллиона долларов в США заработал на образовании, не на продажах, не на инвестициях. Эти миллионы я вывел уже, то есть, естественно, к себе, потратил на свое образование, на свое развитие, родителям помог, там еще кому-то, то есть, да, это деньги не где-то проинвестированные лежат они. Это больше миллиона долларов я уже вывел. В этом году только заработал уже 50 миллионов рублей. И заплатил налогов 1 миллион 600 тысяч рублей в бюджет Российской Федерации со своей деятельностью в этом году. То есть у нас, вот чем я занимаюсь и чем занимается директ-тренер? Он оплачивает налоги. Это работа в белую, даже бы сказал, светлую, друзья. То есть у нас каждый директ-тренер является, то есть каждый, кто приходит в ассоциацию, является самозанятым и липой. По-другому мы деньги не отдаем. То есть это должно оформиться для того, чтобы все было в честную. И сейчас в данный момент в конце расскажу еще. У нас представительство в США есть, у нас и в Казахстане уже. То есть и там ребята, кто работают в Европе, они все оплачивают по тем законодательствам, в которых они находятся. То есть они оплачивают налоги, естественно, все. Итак, друзья, вот такой бизнес. То есть я пришел к такому. Сейчас в данный момент я успешный предприниматель в онлайне. Это мой единственный бизнес. У меня есть любимая женщина. То есть у нас трех детей на двоих, то есть в данный момент. И я еще байкер. Я люблю мотоциклы. У меня есть мотоцикл, я катаюсь на мотоцикле. Онлайн образование, взрослая педагогика. В онлайне все. Сейчас живу. Сейчас вот на зиму прилетел в Батуми, в Грузии. То есть тут потеплее, как говорится, снега нет, морозов нет. То есть да, вкусно. Я вообще люблю на зиму куда-то уезжать из Елабоги, то есть перезимовать, потом домой обратно возвращаюсь, когда лето. Потому что там меня ждет мой мотоцикл. Друзья мои, там мотоцикл завершился. Здесь еще можно покататься. Так что, друзья мои, вот такая немножко история про себя, чтобы познакомиться. Друзья, кто общий что-то нашел, ребят? У кого-то там такой, да, я тоже мотоциклист, да, в пожарной охране работал там, предприниматель. Друзья, смотрите, здесь наверняка случайность и не случайность. То, что вы здесь оказались, и вы в конце это поймете очень глубоко. Почему? Потому что наверняка у вас был какой-то запрос на поиск какой-то среды, на поиск каких-то интересных людей, духовных людей, нравственных там, да, какой-то честный, хороший, добрый бизнес, где можно зарабатывать, приносить пользу людям, большую-большую, да, обществу, и при этом зарабатывать хорошо. И вот сегодня я про это расскажу. Хорошо? Более глубже, более подробно. Договорились? В таком формате мы с вами пойдем. Итак, какие сейчас, то есть почему я вообще пришел в этот бизнес, скажу так. Почему пришел, друзья? Я работал в разных сферах, друзья. У меня было и производство мебельное, то есть производство. У меня было и торговля, и занимался сетевыми компаниями продуктовыми, и занимался, друзья, инвестициями. Инвестициями занимался, то есть, да, инвестиционные разные проекты. Я понял, что идеальный бизнес – это когда минимум рисков, минимум вложений, максимум прибыли. Еще раз говорю, минимум рисков, минимум вложений, максимум прибыли. Где такие есть бизнесы, друзья мои? Если это какое-то свое производство, если у тебя продуктовая компания какая-то, там логистика, производство, наценка это все, то есть товары, где-то в Китае какой-то ингредиент, где-то еще в Европе или в России производится. Очень много рисков, очень много. Завод сгорел, что продавать? Все. Или там встал, что-то там, забастовали, забочили. Все, что продавать? В чем ты-то виноват как предприниматель, если ты не можешь сейчас продать тот продукт, который ты, в принципе, настроен и рекламировал. Правильно? То есть вот в чем суть. Есть большие риски у производства, то есть у любых. Ну и, естественно, конкуренция в продукты питания, ресторанах и так далее. Там бешеная конкуренция. Куда сейчас идти? Все другу сконкурируют и так далее. Толкаться в это столько энергии уходит. Инвестиции, друзья мои. Ну, доллар подскочил, доллар упал, битковины, там еще что-то. Курсы падают, падают, и ты теряешь доходы. Много рисков. Много рисков, друзья мои. И маленькая маржа. Почему? Потому что расходов очень много. Очень много рисков, очень много расходов. Поэтому проценты маленькие зарабатываешь. И вот я смотрю так, думаю, образование. Образование. Какие тут риски? Это воздух, по сути дела. Университеты же продают образование людям. Люди обучаются на какие-то профессии новые. Люди получают какую-то услугу от психологов, от коучей еще. Рынок образования это просто колоссально. Мне почему охота была стать, почему я искал какую-то сферу коучем быть и так далее. Я устал иметь фабрики. Я устал, ребята, какие-то вот эти тяжелыми бизнесами заниматься, друзья. Охота быть человеком фабрикой. Чтобы не надо было тебе... Ты не можешь вот так... Я раньше уехать не мог от своей фабрики. В отпуск никуда. Оторвись от нее. Через месяц там все рухнуло. Все разворовали, растащили. Все контролировать надо. А тут мне охота было стать человеком фабрикой. Вот честно. Я белой завистью завидовал Тоди Робинсону, еще каким-то коучем. Даже юристом. Он юристом приехал в другой город. Он может юристом работать. Фабрика человек. А вот эти тренеры, которые собирают людей, делают счастливыми, дают какую-то пользу. Думаю, слушай, огонь. Образование. Мне так сильно понравилась еще партнерская программа. Когда я был в разных компаниях, я даже такой говорил. Я все равно... Я три года позанимался. Продуктовая компания была. Потом медицина. Думаю, слушайте, сетевые компании это вообще огонь. Я изучил историю. Я понял, что это придумал Карл Ренбрандт. Был такой человек, который придумал первую сетевую компанию в Америке. От нее потом начали американские сетевые компании рождаться и по всему миру расползаться, друзья мои. У него первая компания сетевая называлась «Витамин из Калифорнии». Он придумал БАДы. Поэтому во всех сетевых компаниях везде БАДы есть. Первая компания была. Это такой хороший бизнес. Просто некоторые сетевую используют немножко неэтично. Любые компании есть этичные, есть неэтичные. Бабки заработают, быстрее смыться куда-нибудь. А есть, которые долго существуют. Ну, смотрите, образование. Классно. А представьте, с образованием еще меньше рисков. То есть, да, все. А представьте, с образованием еще есть партнерская программа. Так это же вообще колоссально. И Владимир Викторович к этому стремился. И мы это все сделали и запустили. И это запатентовали. Все в белую, налоги оплачиваем. И каждый человек является специалистом здесь и строит свой личный бренд. Я слушаю, вот мне это все понравилось. Я загорелся. Особенно мне понравилось, что я могу приносить людям пользу. Огромную пользу. И поэтому я сюда просто углубился. И изучая рынок, то есть, какую вообще индустрию выбрать, я сразу говорю, образование. Я хочу там развиваться. Я хочу тут становиться специалистом. Потому что это быстро растущий рынок. Изучая вообще все, то есть, да, вот сейчас даже заглядывая, то есть, в разные, то есть, статистики, то есть, да, вот по образованию. Я смотрю, вот есть такой, есть такой сайт, называется GetCourse. Кто-нибудь слышал про такое, да? Ими пользуются психологи, коучи, еще что-то, да? Вот GetCourse, вот этот сайт, он, ребят, да, за прошлый год, за прошлый год дал 93, за этот год еще статистики нет, за этот год, за прошлый год он дал статистику, 93 миллиарда рублей оборот. 93 миллиарда рублей, то есть, дал оборот. Представляете, да, там люди, ну, как бы курсы какие-то продают свои такие. А позапрошлом году он дал 60 миллиардов. 60 миллиардов дал. То есть получается на 33 миллиарда больше, то есть выросло по отношению к годам. И сейчас вот эти показатели растут. Люди многие уходят в образование, людям не хватает, надо переучиться на новую профессию, еще что-то. Там много что продается. То есть рынок образования растет. И мне еще понравилось, когда я проводил исследования, изучал разные, я нашел интересного человека, это Кенни Чиомани, это специалист в области стратегии, бизнеса и так далее. Номер один, особенно еще в 20 веке, в конце был. То есть вот я вам ролик такой, он древний такой, да, нашел, где он в начале века уже говорил, ребята, образование это тренд, на который нужно обратить внимание. Потому что скоро все будут здесь и здесь можно будет зарабатывать большие деньги. И вам, если вы хотите куда-то вкладываться, открывать свои бизнесы, обратите внимание на такую индустрию, как образование, а не производство, инвестиции, еще что-то. И вот давайте я включу ролик, чтобы показать вам это все, чтобы наглядно было. И мы дальше с вами пойдем. Если бы вы сейчас решили создать бизнес, что бы это было? Образование. Образование наиболее многообещающая сфера деятельности в 21 веке. И вот почему. Все, чему вас обучают в школе сегодня, пришло из 19 и 20 веков. И это уже устарело. Традиционно учитель обучал ученика ответом, последний их запоминал и воспроизводил по мере надобности. Этот подход не действует в 21 веке. Вы должны быть в состоянии определить проблему, найти решение, возможный вариант решения, а также иметь достаточно смелости, найденное решение реализовать. И ваше собственное решение может отличаться от решения одноклассника или даже учителя. Вся система образования должна подвергнуться изменениям, а следовательно, вам необходимо переобучить все население Земли, которое составляет порядка 6 миллиардов человек. Традиционный подход к обучению устарел. На мой взгляд, образование станет наиболее быстро развивающейся отраслью. Выработайте верный подход. Измените систему образования. И ваши возможности зарабатывать деньги по сравнению с людьми, получившими традиционное образование, значительно увеличатся. Посмотрите. Все те знания, которые вы приобретаете в возрасте от 6 до 18, обучаясь в школе, могут храниться в 5-долларовом чипе памяти. Та же самая информация доступна в интернете абсолютно бесплатно. Таким образом, традиционное образование обесценивается. Ныне ценится способность анализировать ситуацию, выдвигать гипотезы, предлагать варианты решения, притворять их в жизнь с энергией, со страстью, делать это быстрее других, лучше других. Это приносит деньги. Это бесценно. Подобное образование будет соответствовать реалиям 25. первого века. И люди будут платить за него деньги. Плата за обучение может быть очень высокой, а учащиеся, это весь мир. Даже те люди, кому за двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет, нужда обучение данному методу. Именно по этой причине, я считаю, рынок образования наиболее перспективным. Друзья мои, смотрите, вот сейчас вам показал ролик, чтобы понимание было, то есть, да, вот о чем сказал Кенча Амани. Энергия и страсть нужна человеку, то есть, да, вот чтобы человек делал свое дело в личной жизни, в бизнесе, во всем свои дела, с энергией и страстью. Вот по нему был интерес к жизни, огонь в глазах. Вот сейчас не хватает людям вот этого образования, не хватает таких вот инструментов. И мы в корне изменили образование, мы создали новую технологию, которая позволяет, то есть, человеку измениться, позволяет человеку стать счастливым и более уверенным, ярким, харизматичным. Вот мы создали такую технику, технологию, которую сейчас даем предпринимателям, предпринимателям, и они начинают зарабатывать. Вот смотрите, на чем зарабатывает интеллект-тренер вообще, то есть, у нас профессия новая, это наставник нового поколения, интеллект-тренер, то есть, да, он зарабатывает вот через эту технологию, он зарабатывает на своем потенциале. У вас у всех есть свой потенциал, то есть потенциал – это ваша личность, вы за свою жизнь уже наработали огромный потенциал. У вас есть опыт предпринимательский, у вас есть опыт образовательный, у вас есть опыт жизненный, житейский, у вас есть ценности, мировоззрение, у вас есть прочитанные книги в голове, проводены много тренингов. Представляете, вы на этом можете зарабатывать. Зарабатывать, будучи ментором, наставником для другого человека. И зарабатывать 100, 200, 300 и миллион рублей в месяц. Таких кейсов очень много. Для того, чтобы зарабатывать вам на вашем потенциале, только на вашем потенциале, не продавая какие-то продукты, не инвестиции, зарабатывать на своем знаниях, будучи ментором, наставником для другого человека, вам нужна технология. Вы всегда к своему потенциалу применяете какую-то технологию. Всегда разные технологии. Кто-то применяет технологию психолога, кто-то принимает технологию массажиста, кто-то применяет технологию, допустим, делать мебель и на своем потенциале зарабатывает, правильно? Есть разные, то есть у всех потенциал есть разные технологии. Но в зависимости какую технологию ты применяешь к себе, зависит, сколько ты будешь зарабатывать. Это очень важно понимать. И насколько еще будет развиваться твой потенциал дальше. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты развиваешься. Да и потенциал свой развиваешь. А что такое потенциал? Давайте еще глубже углубимся в потенциал. Потенциал делится на две части. Это хард потенциал и софт потенциал. Хард потенциал это ваши навыки уже приобретенные. Вы умеете делать мебель, умеете делать массаж, умеете вести прямые эфиры, навык. Умеете строить команды, умеете монтировать ролики. Это ваши навыки, которые у вас уже есть. Навыки выработанные. А что такое софт потенциал? Софт потенциал это ваша личность. Это ваше мировоззрение. Это ваши ценности. Это ваши масштабы. Вы уже если зарабатывали когда-нибудь миллион рублей в месяц и сейчас не зарабатывали, вы все равно к этому миллиону придете, у вас масштаб личности такой. Вы уже это позволите себе. А кто-то позволит еще больше в три раза. Понимаете, потенциал. Если вы когда-то были депутатом и вели за собой людей, или там были каким-то общественным деятелем и вели за собой людей, были тренером, который создавал, у вас ученики были, вы уже не будете прежним. Это ваш, ребята, софт потенциал. Это ваша личность. Это масштаб личности. И вот, кстати, наша технология, наше образование развивает как раз софт потенциал. А софт потенциал это самый важный потенциал человека, то есть масштаб личности, который потом дальше формирует новые хард потенциалы, то есть новые навыки человека, то есть дает. И таким образом личность растет. То есть масштаб личности растет. И вот у вас есть потенциал. Очень мощный потенциал. И вы на этом можете зарабатывать, взяв себе технологию. И у нас есть технология. Что такое супержамп, ребята? Что такое наша технология? Ну, естественно, сюда входит и педагогика, взрослая педагогика, ментальное образование, и входит и наша партнерская программа, и все, что мы создали. Нашу Всемирную Ассоциацию антикорресов и супержамп. Это технология. И применив ее к себе, вы можете увеличить доходы в разы. Делать это параллельно своему делу или сделать основным. То есть вот я обращаюсь сейчас к лидерам-предпринимателям, которые сейчас ищут какие-то возможности. И вот смотрите. Я просто сравню, что за технология. Я сейчас глубже расскажу про нашу педагогику. Обязательно, друзья. Смотрите. Вот у вас есть потенциал. Давайте пример приведу. Взять потенциал, сравните с килограммом железа. Вот ваш потенциал и килограмм железа. Килограмм железа стоит один доллар. Но если к этому килограмм железа применить другую технологию, то из них можно сделать, допустим, килограмм гвоздей. Это уже 50 долларов. Правильно? Если к этому килограмму железа применить другую технологию, сделать из них наручные часы, то это уже 50 тысяч долларов. Но если к этому килограмму железа применить другую технологию и сделать из них хирургические спицы, это уже полмиллиона долларов. Один килограмм железа. То есть разные доходы. Также, ребята, и ваш потенциал. Применив другую технологию, вы можете зарабатывать гораздо больше. И вам нужно, если вы хотите быстро поменяться, ищите какие-то новые возможности, вам нужно применять какие-то другие технологии, изучать их. И вот Суперджамп является этой некой технологией, которую вы можете освоить. И у нас есть еще система обучения этой технологии, наставническая система. Целые университеты работают по подготовке интеллект-тренеров, освоение этой технологии, то есть дать человеку новую профессию, наставника нового поколения, интеллект-тренера, то есть обучение. И человек обучает, у нас осваиваются технологии буквально за месяц. Вот смотрите, есть технология психологии. Вот технологии психолога обучаются 4 года, ребят, чтобы помогать людям выйти из депрессии, стагнации, запустить лидерскую школу, помогать людям. 4 года, ребят. На коуче учатся по полгода, ребят, осваивают эту профессию, ребят, и другие профессии дальше, дальше. То есть, да, ребят, освоение, это разные технологии. Но применив нашу технологию, то есть, да, вы можете еще больше сравнить, вам надо использовать этот, ребят, в своей жизни. И вот у нас есть технология, простая и очень эффективная, которую осваивает любой человек. У нас еще 14-летние подростки и предприниматели и так далее, и так далее. Особенно предприниматель, он уже чуть-чуть коуч, чуть-чуть психолог, чуть-чуть уже наставник, друзья, порой не чуть-чуть даже, друзья, то есть, да, уже есть колоссальный опыт, есть потенциал очень огромный. И применив к ней технологию, человек начинает очень много зарабатывать. То есть, дается прямо система тебе в руки, то есть, хорошая классная система. У тебя появляется наставник, а порой даже не один наставник, а несколько наставников, которые опытные в этом деле, и они передают тебе навыки. Почему я называю интеллектренера наставника нового поколения? Потому что наставник, интеллектренер, это не просто наставник, это наставник и ментор в одном лице. Кто такой наставник, друзья? Давайте разберем. Наставник это тот, кто просто передает свой опыт, правильно? Он даже не заинтересован. Ну, допустим, ты пришел, устроился, допустим, бухгалтером, и у тебя наставник есть, опытный бухгалтер. Он тебе передал все, объяснил все, то есть, и все. Он не заинтересован, что ты больше будешь зарабатывать, правильно? Что у тебя получится. Он просто передал свои навыки. А есть еще такое понятие менторство. Ментор. Ментор может быть не специалист даже в этой области, в которую ты пришел. Но ментор заинтересован в твоем успехе. Ментор заинтересован в твоей победе. И вот интеллект-тренер – это наставник и ментор в одном лице. Наставник нового поколения, который заинтересован, чтобы у тебя было все классно в семье, чтобы у тебя было все классно в бизнесе, чтобы ты зарабатывал много, чтобы у тебя получилось. Вот такой интеллект-тренер. И для тех, кто просто учится, не для тех, кто тренером хочет стать, интеллект-тренером, и для тех, кто просто человек приходит к тебе, то есть тренироваться в его интеллект-клубе. Луби Суперджамп, супер прыжок, называется технология наша Суперджамп, супер прыжок, друзья. Вот обрисовываем эту технологию. Из чего она состоит в нашей технологии? Ну, педагогика. Ну, понятно, партнерская программа, это бизнес, да, вот технология наша, бизнес-технология. А вот педагогика наша состоит, то есть, да, из чего? Она состоит из упражнений. Как выглядит Суперджамп? Он выглядит из упражнений. Пять упражнений, очень важных ребята, то есть, да, которые заряжают по энергии, и три упражнения, которые позволяют не проседать по энергии. Восемь упражнений человек получает. То есть очень просто. Сейчас объясню. Супержамп – это не психология, это не коучинг, это не НЛП. Это взрослая педагогика, ментальное образование. Это новая вообще педагогическая максима, которая родилась в 2019 году. Другой кардинальный подход. В развитии лидерских качеств, ораторского мастерства, уверенности в себе, выход из депрессии, стагнации, улучшение качества жизни, в личной жизни, в бизнесе, во всем. То есть доходы растут, все показатели растут, иммунитет растет, психосоматика, здесь все включается. То есть есть ли колесо баланса? Саморазвитие, уверенность, деньги, доходы, здоровье, друзья. И вот колесо баланса вот так растет здесь у нас, сразу автоматически, полностью. Все сферы сразу прокачиваются. Выглядит это так. Сейчас расскажу, поделюсь. Что дает супержамп? Супержамп еще, кстати, вот расскажу. Когда проходит человек супержамп, что растет у человека? Растет эмоциональный интеллект. Есть такое понятие AQ. Эмоциональный интеллект. Человек становится стрессоустойчивым. Растет коэффициент любви. LQ есть такой коэффициент. Коэффициент любви к себе и к людям. Благодарность. Это очень важно для успеха любого человека.